Семьи в преддверии праздников увеличились карманные кражи и мошенничества. В Семьи отпраздновали 80-летие ветеранов вооруженных сил СССР, полковника, члена Союза журналистов Казахстана, писателя Шеймардана Калиакпарова. 60 лет на страже здоровья и спасения жизни людей. Станция скорой медицинской помощи Семея отметила юбилей турниром по мини-футболу. А теперь обо всем по порядку. Закон о проектах о статусе педагогов рассмотрен сегодня на заседании Комитета Сената. В нем предусмотрены механизмы снижения нагрузки учителей, повышения ответственности материального и нематериального стимулирования. К примеру, дети педагогов могут быть зачислены в детский сад вне очереди. Представляя новый законопроект, министр образования и науки Республики Асхат Аймагамбетов пояснил, когда и насколько увеличатся зарплаты учителей. Проект закона, одобренный мажористом, будет обсуждаться на расширенной сессии Сената. В ближайшие четыре года зарплата учителей увеличится в два раза. Это говорит о том, что со следующего года зарплата педагогов увеличится на 25%. Дополнительно предусмотрены надбавки за классные руководства и проверку тетрадей в два раза. Эта норма охватит 182 тысяч педагогов, занимающихся классным руководством, и 165 тысяч учителей за проверку тетрадей. В Восточном Казахстане рассмотрена программа социально-экономического развития приграничных районов на 2020-2024 годы. Комплексный план охватил пять районов – Курчунский, Тербогатайский, Зайсанский, Катун-Карагайский и Уржарский. В целом, на реализацию программы в течение ближайших пяти лет, по предварительным подсчетам, потребуется свыше 150 миллиардов тенге. Стоит отметить, что в плане рассмотрены создания выгодного условия для развития малого и среднего бизнеса. Тем самым будут открыты новые рабочие места, приняты конкретные меры по развитию агропромышленного комплекса. Будут решаться проблемы касательно жилищно-коммунальной структуры, здравоохранения и образования. Главная цель – сокращение оттока жителей. Правда, в комплексном плане все еще есть недочеты, поэтому акимы приграничных районов до конца года тщательно отработают по каждому пункту. Защита документа состоится в первых числах января. После этого программа будет представлено рассмотрение жителям районов, написал на своей странице в Фейсбуке Аким области Даниил Ахметов. В Восточном Казахстане состоялось открытие нового сервисного центра «Антикор Орталага». Оно прошло с участием инициатора проекта, председателя агентства Казахстана по противодействию коррупции Алика Шпикпаева. Новую площадку гостям презентовали руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по Восточному Казахстану Ерлан Жалмагамбет, а также его заместитель Жигер Байдильдин. На первом этаже «Антикор Орталага» расположились фронт-офисы в рамках проекта «Шигас Адалдак Алана», а также кабинеты для приема граждан и юридической консультации. Также здесь находится зона для получения нужных документов в онлайн-режиме. Весь личный состав управления превенцией и добропорядочности расположился на втором этаже в офисе формата «Опенспейс». Там же находится брифинг-центр. Примечательно, что работа офиса в формате «Опенспейс» и фронт-офиса предусматривает устранение антикоррупционных рисков. Здесь аккумулируются заявления и обращения граждан, которые затем анализируются и передаются в необходимые государственные органы. В канун Нового года планируется, что около 47 чан из категории социально уязвимых слоев населения получат ключи от новых квартир в арендных домах. В основном это инвалиды 1-й и 2-й групп, неполные семьи, воины-интернационалисты, приравненные к участникам Великой Отечественной войны. Согласно действующим нормам, на одного человека положено не менее 15 и не более 18 квадратных метров жилья. В связи с этим в арендных домах предусмотрены 1-, 2-х и 3-х комнатные квартиры. Обладатели квартир, заключив бессрочный договор, будут оплачивать в месяц от 5 до 10 тысяч тенге в зависимости от квадратуры жилья плюс коммунальные расходы. Главным условием договора является личное проживание лица, получившего квартиру. Вместе с тем, в случае смерти владельца арендного жилья, его близкие родственники, входящие в состав семьи, получат шанс перезаключить договор. Главным условием проживания является то, чтобы очередник, который получил жилье, проживал и платил арендную плату ежемесячную, плюс, конечно, коммунальные услуги. Если человек получил составом семьи, к примеру, и, как вы говорите, его не стало, то имеет право, кто члены семьи, согласно статье 21 закон о жилищных отношениях, имеет право дальше проживать в данном жилье, то есть перезаключить договор. В Восточном Казахстане уменьшается материнская и младенческая смертность, а также смертность от различных тяжелых заболеваний. Об этом в прямом эфире сообщила Аким области Данила Ахмета во время программы «Час Акима», передает Алтаньюз. По словам главы региона, ряд мер, принятых в области медицины за последние пять лет, направлен на улучшение качества жизни населения. С этой целью в рамках трехуровневой программы прошли курсы повышения квалификации более 5,5 тысяч специалистов в области медицины. Приобретено 1086 единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам. Это позволило увеличить объем высокотехнологичной медицинской техники в 2,5 раза, внедрить более 130 тысяч новых методов диагностики и лечения, а также стопроцентно выполнить задачи международного аудита, сказал Даниил Ахметов. В области открыты центры роботохирургии и трансплантологии, политравмы, ортопедии, гибридный операционный зал, инсультный центр третьего уровня. В результате проведенных мероприятий за пять лет материнская смертность снизилась на 58,9%, младенческая смертность на 28%, смертность от туберкулеза снизилась на 78,5%, а от болезни системы кровообращения на 6,5%. Назарбаев интеллектуальные школы объявили ежегодный конкурс на присуждение образовательных грантов «Уркен». Напомним, что в прошлом году было увеличено количество грантов на обучение одаренных детей в Назарбаев интеллектуальных школах. Как проходит отбор в этом году, рассказали сегодня на специальной пресс-конференции. Ежегодный конкурс на присуждение образовательного гранта первого президента Республики Казахстан Ельбасы-Уркен для обучения учащихся в седьмых классах проводится в марте месяце. В семье документы на тестирование сдали уже 25 претендентов. По словам директора школы, все, кто желает обучиться в НИШ, приходят с хорошей подготовкой. И это закономерно. В 2017 году учебное заведение прошло аккредитацию Совета международных школ. Это открывает путь к развитию и постоянному обновлению. Мы смогли достичь статуса международной школы, то есть мы полноценные члены Совета международных школ, который называется CIS. Также являемся членом Ассоциации школ ЮНЕСКО, члены клуба ЮНЕСКО. Можем похвастаться тем, что нашу учебную программу NIS-программ признали во многих странах мира, а также в рейтинговых высших учебных заведениях. Для того, чтобы подготовить ребенка как психологически, так и дать ему понять, какие примерно будут встречаться вопросы, проводится пробное тестирование. В этом учебном году в Назарбаев интеллектуальной школе семьи запланировано пять пробных тестирований. Два уже проведены. Другие желающие могут воспользоваться такой возможностью 4-го, 18-го января и 1-го года. Тестирование проходит по предметам математика, русский язык, английский язык, казахский язык. То есть это в помощь учащимся для того, чтобы определить формат экзамена, то есть какие будут примерные задания, ну и также определить свой уровень. Итоги пробного тестирования потом индивидуально приходят лично на почту претендента. Для участия в конкурсном отборе претендент должен предоставить личные документы, а также копии, табели успеваемости и поведения за предыдущий год обучения. Основное тестирование состоится 14 и 15 марта. Общее максимальное количество баллов – 1300. Вопросы будут по предметам математика, количественные характеристики, то есть логика, казахский, русский, английский языки. На каждый предмет отведено определенное время. Результаты будут объявлены через 40 дней после завершения тестирования. Поход Гульказец, Ярнур Калелов, телеканал «Семей». С начала текущего года в «Семей» зарегистрировано 527 фактов мошенничества. Из них 215 преступлений совершены посредством интернета. Полицейские предупреждают, в преддверии новогодних праздников, как правило, увеличивается количество интернет-мошенничеств. Также стражи порядка предупреждают граждан о том, что нельзя передавать свои личные данные или номера банковских карточек посредством популярных мессенджеров. Так как ими могут воспользоваться преступники. До Нового года остались считанные дни. Предпраздничная торговля набирает обороты. Многие граждане ждут новогодних скидок и готовы, не задумываясь, купить понравившийся им подарок за полцены. Этим-то и пользуются мошенники, давно освоив интернет-пространство и психологию доверчивых покупателей. Чтобы завладеть чужими деньгами, преступники придумывают во всемирной сети различные схемы и используют предновогодний ажиотаж в своих корыстных целях. На пресс-конференции в управлении полиции стражи порядка отметили, что мошенничество, совершенное при помощи интернета, раскрыть довольно непросто. Интернет-мошенничество тяжело раскрыть, в связи с тем, что в основном злоумышленники пользуются одноразовыми абонентскими номерами, находятся за пределами области, иногда республики и никаких данных, например, не оставляют потерпевшим. Недавно после проведенных оперативных мероприятий полицейскими был задержан житель Шимкента, который подозревается в 22 эпизодах мошенничества. Преступник, пользуясь доверчивостью граждан, оформлял на них онлайн-кредиты. Также при интернет-покупке людей должен насторожить факт, когда неизвестное лицо или интернет-магазин просят сначала оплатить товар, который якобы потом доставят по адресу. При этом на сайте или интернет-ресурсе отсутствует какая-либо подробная информация. Поэтому полицейские рекомендуют до перевода денег сделать видеозвонок и убедиться в честности продавца. При совершении сделок купли-продажи любого товара с оппонентом-собеседником в первую очередь разговаривают видеозвонком. А также при разговоре попросить его показать своего удостоянной личности, чтобы убедиться, что собеседник и данные, которые у удостоянной личности, показывают одно и то же лицо. Полицейские также предупреждают о том, что в канун новогодних праздников активизируются карманные воры, которые, пользуясь праздничной суетой, оставляют граждан без кошельков и сотовых телефонов. За 2019 год в семье зарегистрировано 153 карманные кражи, 53% из которых раскрыты. Чаще всего преступники подстерегают жертв на рынках, в торговых центрах и в переполненных автобусах. Поэтому стражи порядка просят семичан быть бдительными. Поймать в поличном кармане очень тяжело. Тем более сейчас в зимнее время, предновогоднее время, в переполненных автобусах, в верхней одежде находятся граждане. И что это, с кармана не чувствуют, когда вытаскивают тот или иной кошелек или сотовый телефон. Ценные вещи ложите, кошельки и сотовые телефоны во внутренние карманы, например, при поездке в автобусе, например. Сотрудниками криминальной полиции города на постоянной основе проводятся поисковые мероприятия на рынках, остановках и в других общественных местах города для выявления и задержания с поличным лиц, занимающихся карманными кражами. Полицейские обращают внимание граждан на то, что уберечься от воров карманников можно, если человек будет внимателен в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов и других общественных мест. Сама Цитенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей». За прошедшие выходные в «Семей» зарегистрировано 6 пожаров, при этом в огне пострадал один автомобиль. В селе Абрале общая площадь пожара в частном жилом доме крестьянского хозяйства составила 150 квадратных метров. В этот же день в одном из жилых домов города по улице Красина огонь уничтожил хозпостройки на площади 60 квадратных метров. Ночью 21 декабря произошел пожар по адресу улицы Синицыно, где на балконе горели личные вещи. Огнеборцы в ходе разведки обнаружили и спасли гражданина 1964 года рождения, который получил отравление угарным газом средней степени тяжести. А во время пожара в поселке Восход в четырехквартирном частном жилом доме огнеборцам удалось предотвратить взрыв двух газовых баллонов, вытащив их вовремя из пожара. В данном случае органами дознания отрабатывается предварительная версия «Поджог». В семье отпраздновали 80-летие ветеранов вооруженных сил СССР полковника, члена Союза журналистов Казахстана, писателя Шеймардана Калиакпарова. На торжественном вечере юбиляра присутствовали представители городской администрации, интеллигенции, молодежь, коллеги и родственники. Вниманию зрителей были представлены синические постановки, рассказывающие о жизни и творчестве Шеймардана Калиакпарова, а также концертная программа. Шеймардан Калиакпаров – уроженец села Казалкуйган, жена семейского района, выпускник семейского геолого-разведочного техникума Кимеровского военного училища Ленинградской военной академии. Работал в Министерстве обороны СССР, был журналистом, писателем, получил звание полковника. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Шеймардана Калиакпарова, было открыто песней великого абая Кузыну Харасы и продолжилось с поздравлениями собравшихся. Вы являетесь членом нашего Совета ветеранов и вы усердно работаете. Мы используем ваш опыт воспитания молодых людей в патриотическом духе, в культурном плане. У вас очень много знаний, которые необходимо передавать детям. Оставайтесь таким же деятельным долгих лет жизни. Шеймардан Калиакпаров является членом Союза журналистов Казахстана. Его материалы были опубликованы во многих республиканских изданиях и на страницах областных и городских газет. Является автором 17 книг, написанных в самых разных жанрах и на самые разные темы. О войне, о любви к родному краю. Есть детские произведения. Среди многих написанных Шеймарданом Калиакпаровым книг для каждого найдется что-то интересное, полезное. Жизнь села в годы войны и послевоенное время, моральная ситуация на селе, сохранение национальных традиций и обычаев, трудолюбие людей, чувство патриотизма, отданное своей родине. Все это стало основой для творчества Шеймардана Калиакпарова. При этом неважно, в каком жанре написано произведение. Несмотря на то, что он военный человек, он всегда ходит среди народа и проявляет себя творчески. Это настоящий природный дар. Он является примером для всех. Шеймардан Калиакпаров всегда принимает активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения. Уделяет особое внимание привитию им любви к родине. Писатель внес большой вклад в разные сферы деятельности. На своем юбилейном вечере Шеймардан Калиакпаров выразил благодарность всем собравшимся. Сегодняшний вечер для меня стал своего рода отчетным. На этой сцене было сказано о многом. Чего я достиг, что я сделал. Спасибо всем, кто пришел и поддержал меня. В ходе вечера супруга юбиляра Дарига Тусепхазе и дети рассказали о Шеймардане Калиакпарове. Дети выразили благодарность за то воспитание, которое он им дал. Студенты прочитали стихи, подготовленные к этому вечеру. Особое настроение зрителям подарили артисты филармонии имени Амриха Шаубаева. В этом году станции скорой медицинской помощи города Семей исполнило 60 лет. В честь этой даты руководство станции организовало турнир по мини-футболу среди своих сотрудников. Также для участия были приглашены коллеги из больницы скорой медицинской помощи и университетского госпиталя. 60 лет на страже здоровья и спасения жизни людей. Городская станция скорой медицинской помощи в этом году отмечает юбилей. Помимо торжественных, к этой дате руководство приурочило и спортивные мероприятия. Ведь если врач сам находится в хорошей спортивной форме, знает, как правильно заниматься спортом, как реабилитироваться после травм, то он сможет это применить на практике и помочь пациенту. Цель соревнований – не победить. Мы хотели продемонстрировать этими соревнованиями, какие наши сотрудники скорой помощи спортивные. Они спасают людей, лечат их и помимо своей основной работы занимаются еще и спортом. Мы не только к 60-летию организовали турнир. Мы каждый год проводим такие спортивные мероприятия по футболу, волейболу, баскетболу. В турнире участвовали семь команд. Пять команд от станции скорой медицинской помощи и две от больницы скорой медицинской помощи и госпиталя медицинского университета. Врачи-футболисты знают секрет успеха. Главное – командный дух и полная самоотдача. Как в работе. Нужно быть уверенным в своей победе и каким бы ни был сильным ни дух идти до конца. Всем участникам турнира желаю здоровья, победы и процветания. В предстоящий год, чтобы принес всем успехов, благополучия, не болели, чтобы самое главное – здоровья всем. Все встречи прошли в упорной борьбе. В итоге победителем турнира стала команда больницы скорой медпомощи. Второе место присуждено команде станции скорой медпомощи «Жена семей». Замкнула тройку призеров команда университетского госпиталя медицинского университета. К сведению депутатов Маслихата и населения города 27 декабря в 10.00 в зале по адресу улица Мухаммедханова 8 состоится внеочередная сессии Маслихата города Семей. Рекомендуемая повестка дня – вопросы о согласовании дифференцированного тарифа на маршрут регулярных городских перевозок пассажиров и багажа в городе Семей, а также о бюджете 12 сельских округов и поселков Чиган и Шульбинск на 2020-2022 годы. А мы напоминаем, что наши новости можете также посмотреть на сайте семей.тв.кз. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин